всем привет дорогие друзья с вами рал тв и хочу чихнуть и но что уж тут сказать то опять же геометрии дешев у нас уже какой 73 выпуске я думаю что скорее всего я когда состарюсь мне будет 90 лет если конечно будет 90 лет и я буду так вот сидеть за компьютером и говорит всем привет с вами рал тв уже будет 3000 выпуск а я буду все играет играть потому что уровни у нас бесконечность я хочу сказать и они все классные тут месяц и печкой решил поиграть в геометрии потому что сейчас настолько холодно просто скоро уже будет лето вроде как солнце а в квартире очень сильно холодно даже пришлось включить печку и одеть кофту это холоднее чем даже блять зимой потому зимой работает топлением собственно говоря мини новость я купил сынову мышку такой вот сияет вот и не знаю снимал я шорт по поводу и обзоры или нет тут принципе просто обозревать нечего поэтому толку снимать в отдельный выпуск для этого видео обзора я не вижу но принципе мышка новой давайте мы еще не протестируем может быть она играет покруче чем прошла мышка тем более было 7 лет это клуб и разъебал его позапрошлом выпуске принципе не так важно давайте мы будем начинать ваши уровни думаю начну сегодня спокойно без всяких энергетика без всякого всего мы начнем проходить уровень по названием hardest timing и кстати он хардер и это не авто и предлагает ему андрей телепнем песня называется в масса крэ чип sounds вот давайте посмотрим ну во 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 андрей телепнем опять начинается эти челлендж надо попасть нужно тут нужно попасть блять ну-ка блять ну-ка это простой челлендж видимо коротки для меня сделанный да уж мышка тут не очень а тут смотрите смотри секундочку ну-ка а не понял то есть тут смотри-ка тут значит может быть вот эту стрелочку вообще не нужно нажимать тут какие-то невидим преграды ну-ка пробел пробел на море канал нет погоди там невидимая стенка да а как же пройти то погоди то есть получается а среди вот этот вот этот белая штучка вот который снизу она это единственное место где можно проехать да ну-ка блять почти так блять фигасе то есть смотрите она превращаться стрелочку не нужно попасть именно в маленькое отверстие блять это будет очень трудно куческая дорогие друзья и через как бы заставляет поставить лайк потому что это реально блять я почти попал туда нам нужно туда попасть ведь реально я просто не за я блять туда щас попал увидели ну-ка может быть какой-то другой способ пройти блять тут нет никаких подсказок блять но я чисто в эту хрень попадаю ну что не так то вот видите я блять четко в него попал или не четко получается блять надо очень маленькая хуй попадешь но мне кажется кто-то прошел это я уверен прямо там два лайка стоит вот ну-ка да ёпте я не хочу одну еще одну мышку то развивать конце до концов баклажкин блять ох ты вот я прям в него попал мистер портянкин блять я прям не попал сука нет я тут присматриваюсь я вижу что не до конца попал то есть там блять да блять 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 тут надо настолько четко попасть я так понял да или наоборот не снизу сверху снизу не пролетать я заметил то тут нужно именно четко вот в эту хуйню попасть видимо да блять для еще музыка такая напрягающая ну блять а вот сейчас чуть-чуть бой ниже я заметил это блять просто за этих эффектов не видно блять не видно сука не видно блять давайте пробьем не получается так ну-ка не хочу бомбить и спокойно начать выпуск блять на такой уровень блин я уже надрочился вот именно вот попадать вот в центр практически туда на чуть выше чуть выше блять чуть выше блять чуть выше блять как же мне хотелось замедление включить но нельзя включать чит нужно пройти так блять ну и я не хочу слишком много времени тратить натуре понимаю что можно пройти я понимаю но вот столько еще уровне предложили поэтому давайте мы еще 8 попыток и все вот быстрый челлендж блять просто блять хотя пройти ну блять ну на рандоме залетти как-нибудь блять он все может это не проходим уровень может андрей тебе у меня троллит может быть на самом деле стараюсь просто так ладно давайте мы включим значит крутится ноу клип и посмотрим что у нас там ну да то есть нам нужно было видимо попасть в эту хуйню я так понял маленькую там песня развивается но уровень то уже пройдет для прикольный челлендж на самом деле я у нее прошел но мне кажется что где-то попыток тысячи мне бы хватило точно чтобы пройти это ну я думал хардер реально то есть велитак哈哈哈artet сиюках хардер интересный челендж интересное опять же просто не требует каких-то заморочек вот поэтому я ему ставлю пятерку а вот он по челленджу конечно вот потому что ну идеальном челенджем он может быть быстрый он должен быть интересный он прямSmith не обычные как вот этот был потому что спам уже проходили нам тут мы проходим спам но немного в другом стиле представлен, то есть со стрелочкой. Это довольно забавно и интересно, я хочу сказать, то есть так можно, ну, зашел в геометрию, знаете, делать нечего, зашел и вот, хочешь пойти уровень какой-то, заходишь туда, реально играешь. Прикольно, 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 прикольно. Играем дальше. Спасибо, Андрей Тельмю, за уровень. Следующий уровень нам предлагает Мефорите Касва, вроде как Касва у него сейчас, я не помню, он просто часто никнейм меняет, поэтому, ладно, я думаю, понимает, о ком речь идет. Он нам предлагает уровень спектром Сайслон АУФТО, но буквы О нету, точнее она не влезает, поэтому АУТ. Вот, я не знаю, какой уровень конкретно, но мне кажется, самый первый, как всегда, потому что не уточняли. Песня называется SMK Климакс. Так, такую группу я уже слышал, она вроде как русская, мне так кажется. Если это она, если этот голос я узнаю, то это будет кайфово. Вот, типа Мефорите Касва говорю, что или там про другую уровень. Ладно, давайте нажимаем play и просто посмотрим сами, что у нас там за песня. Но это минусовка явно. Вот, тут же не будут петь, не будут же, блядь. Такая быстрая, ритмичная, блядь, ритмичная, они на гитаре играют вроде как SMK-то. Хотя хуй знает, может быть, другая, как его, группа, они сейчас, это незнаменитая группа, про которую говорю. Прикольно сделано. Так, какая-то залупа corporation у нас показывается нам. Ну вот, мне нравится мотив песни, мотив песни, мотив песни. Извиняю за паузу, кое-кто позвонил. Но пока что, вроде, такой биточек хороший. Вот люблю, когда надпись уровня good luck, так? Что, разнос, пацаны? Разнос? Это диско-дэнс, диско-сельская дискотека со своим блэкджеком и шлюхами. Вот, в принципе, это в историю и входит. Вот, опять же, быстренький уровень, быстренький, быстренький, быстренький. Но некоторые моменты графики, вот, не графика, к примеру, я говорю, нет графики в геометрии дэш. Это, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю по поводу графики, типа концепция и вот этот вот стиль геометрии дэш. Вот, собственно говоря, о чем я. Вот это вот, опять же, уровень, он как-то вот немного мне понравился сначала, но потом вот, вот эта вот быстрая тема, она утихла как-то. То есть, это опять же, уровень прохождения. В авто-версии это, ну, смотрится как-то лайтовенько. Вот, по отношению к оценкам, естественно. Вот, ну ладно, смотрим, давайте, может быть, то что-то еще будет. Начало мне понравилось. Сейчас какой-то бит такой обычный. Он одинаковый. Круто потянул ноту. Круто. Вот это я уважаю. Ну, синтезатор или на чем там играет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я продолжил эту песню. Я думаю, что не следует работать, то можно сделать что-то такое альтернативное. Альтернативный хип-хоп. Темп. Джи-джи. Спасибо. Ну, что можно сказать по поводу этого уровня? Каких-то особых эмоций я не испытал от него. Прикольная, конечно, была заставка, но я думаю, что количество лайков оно тут всегда показывает о том, какой уровень. То есть, видите, вот ну, соотношение лайков и как бы просмотров оно такое не скажем такое высокое. Вот. И, в принципе, моя оценка, наверное, будет четверочка, да. Потому что графика тут была, в принципе. Вот. Необычные надписи были. Вот. Небольшой мотив был, но какого-то такого торка я что-то не почувствовал. Опять же, уровень для прохождения. Да. Опять же, уровень для прохождения. Спасибо за продолжение по Фритикасу. Следующий уровень у нас необычный. А именно, он нам предлагает его, во-первых, Иван Борис, потому что он заядлый человек, который делает уровни чисто для РАЛ-ТВ, за что ему отдельное спасибо, потому что он крутой. РАЛ-ТВ Ерр-бета называется уровень. Опять же, бета-версия. Мы помним, мы уже играли в прошлом какую-то версию бета от Ивана Бориса. И он нам дает еще один уровень РАЛ-ТВ Ерр-бета. Вот. Опять же, называется Cool Breaks 10,000. Вот. Давайте мы посмотрим. Лайк это сразу заорал, я хочу сказать, вот так вот даже не глядя. Так, обычная графика. Эллен, no is total error. Блядь, очень много ошибок. Local Files Hacked. А, то есть, я не должен был пройти этот уровень таким образом. Да, я так понял? Локальные файлы? Хак. Типа, локальные файлы в каком плане? То есть, типа, то, что я использовал чит-код, но я не использовал его. Ну-ка, давай-ка. Мне интересно, что было сверху. Ну, так как это уровень для нас именно конкретно. Нет, смотрите-ка, он в начало падает всегда. Ну-ка. Погадите, давайте практик моду. Чего мы паримся-то? Хотя, вот, вот мне бесит то, что практики мод. Блядь, тут даже умереть нельзя. Сука! Я хотел заспауниться, но мне не получилось. А, погоди, то есть, это уровень такой есть? Смотри, я монетку взял, да? То есть, он вниз в любом случае падает. Локальные файлы? Хакт! Взломано. Типа, он взломал мой компьютер? Блядь, слушай, чё, не надо нахуй такое делать? Я недавно винду беру снову, мне не нужны вирусы, блядь, я не хочу ещё раз приустанавливать. Блядь, ERR бета. Что? Мне просто интересно, что Иван Морис хотел сказать этим уровнем. Вот, как, как вот мне вот это оценивать? Скажите, пожалуйста. Ну, это было изи, само собой. Просто, с одной стороны, этот уровень был сделан для меня, потом, чё-то он сказал, что Алан, чё-то какие-то тотальные ошибки. Вот, чё-то такое было. Я чё-то не особо понял данный уровень Иван Морис. Вот, наверное, я очень тупой. Вот, сейчас он по-любому такой думает. Вот, блин, ну, орал ты его, ну, как ты не мог понять? У меня там такая глобальная была отсылка к тому, что этот мир переполнен ошибками и вирусов, и то, что твой компьютер будет раздражён, я решил сделать отсылку к этому, а ты этого не понял. Вот, или что-то такое там будет, а я не пойму. В любом случае, спасибо Иван Морис за уровень, очень приятно было, то, что ты его сделал для меня. Вообще, личные уровни гораздо теплее воспринимаются. Вот, у нас шестёрка, это всегда оценка любого уровня, который сделан для Орала ТВ. Вот, Иван Морис, спасибо. Но, не обижайтесь, если я чего-то не понял, то есть, можешь просто объяснить в комментариях, если что. Я, ничего такого нет, если там, я не понял. Следующий уровень нам предлагает Деннис, называется он Cave Life, но я не нашёл такого уровня, вообще. Может быть, какой-то персонаж, есть, нет ни юзера, ни уровня, такого нет, поэтому Деннис, проверь свой уровень, или единица, я не знаю, как это выник правильно. Так, а может быть, вот эти часики, а, ну, часики тут обязательно, да, снизу вот этот вот. Я нажимаю Cave Life, нет такого уровня, поэтому, либо предложи мне айдишник, либо напиши правильно название уровня, если ты ошибся. Обязательно на это обрати внимание. Следующий уровень нам предлагает Маркун, и его список уровней попал почему-то в спам-рассылку на ютубе, то есть, есть такой отдел, в который попадают комментарии, которые не публикуются, и они, типа, я должен оценить, публиковать его или нет. Поэтому я, дорогие друзья, не знаю, смотрите, может, какой-то, не знаю, может быть, какой-то туториал, как, чтобы так не сделать, потому что, некоторые ваши уровни, я могу просто не увидеть, то есть, я захожу в этот отдел довольно редко, я часто забываю туда заходить, на самом деле, потому что, ну, он такой неприметный, и хера знает, вот, а там, оказывается, вот такая вот хорошая баклажка была с уровнем, поэтому, ну, пропустил я. В общем, уровень называется Тибути Авто, и, кстати, такой уровень мы вроде как проходили, Маркун, ты нам вроде его предлагал, да? И песня знакомая, Милкшейк, Босс Файт Ремикс, было такое, но из-за того, что я перестанил минус, у меня теперь не показываются пройденные уровни, скорее всего, да, то есть, мы сейчас, типа, давайте я пока посмотрю на своем канале, нет, кстати, такого уровня не было, давайте посмотрим, песенку такую я уже слышал, так, я пришел с будущего, эту мы песню, да, уже слышали, возможно, это какой-то другой уровень с этой песней, давайте пройдем его, мне нравится эта песня, мне нравится, вот эта вот группа, Босс Файт, или как она там называется, Билл, что такое Билл, я не знаю, английский плохо знаю, но мне нравится данная песня, потому что тут можно говорить в песне, сонг, песенный ритм, песенный сон, я решил поговорить с вами, друзья, обоценить этот уровень, сразу видно красочная графика, и очень крутая музыка, водопадик, вот парик, Вадик, ныряй водопадик, так, ладно, тут довольно все хорошо, и красочно, красочно, у меня вот именно дроп хочется, ты меня дроп, чтобы вот, прямо обосрался, я вот обосрался, говном, поносом, блядь, обосрался от того, что я увидел, блядь, понимаете, да, ну-ка, ага, вот эти ритмы, они говорят, что сейчас будет пиздец, я понимаю, потому что уже слышал, один сонг из этой группы, лазеры, круто выглядит, все круто пока что, наоборот, во, это ремикс какой-то, есть оригинал, есть ремикс, я же эту же песню слушал, что я, блядь, пизжу-то, дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам, Просто кайфуем, дорогие друзья, пока ничего не говорю, просто кайфуем Сейв, лил, или что там написано, ел, донт, да, я не умираю, все, я не умираю Сука, ремаху с водкой поднял, смог все-таки, классный уровень, и, не, ничего, отбой Я просто хотел сыграть кое-чего, но потом что-то передумал, потому что увидел, насколько это турновато за несколько минут наиграть Блядь, я не знаю, почему на данный момент у этого уровня мало лайков, но тут явно пятерка Блядь, тут явно пятерка, я думаю, что вы тоже понимаете, это мощнейшая песня, вот я не знаю, она вытягивает Тут, блядь, бывают такие песни, что могут любой уровень, но И графика тут не подкачала, и графика тут не подкачала, но Сейчас кто-нибудь может сказать, Раут ТВ, какого, блядь, хуй? В моем уровне тоже такая графика была, но ты его оценив на пятерку Блядь, я не знаю, типа как-то с музыкой это все становится как-то, блядь, в один ряд, круто, что ли, блядь Но мне хочется поставить пятерку, тут, блядь, безговорочно Блядь, ну, потому что, ну, это было просто кайфово Boss Fight Remix, охуенная песня, охуенный графон Вот, но по-другому никак не сказать Я не знаю, про что бы этот уровень вообще был, вообще что там за слова, что в начале кто-то влезал Но явно тут пятерку я ставлю Может быть, это исключение, может быть, нет, но давайте поставим авто Уровень просто классный, поэтому Марку спасибо Побольше таких Мне понравилось, сильно понравилось Следующий уровень называется у нас Six Seconds of Hell Или уже 6 секунд ада Пись называется Fury и предлагает нам этот уровень Андрей Телепнев Давайте посмотрим, что на этот раз он предлагает Скорее всего, это тоже челлендж, потому что 6 секунд ада Так Вау Блядь, этот нужно четко попасть, да я так понял По, ой, я все понял Блядь, опять же динамичная песня Когда динамичная песня, я уже начинаю по-другому ориентироваться на уровень Блядь, понял Хорошо, что мне вот этот вот проемчик вначале не надо самому перепрыгивать Ебать, что я сейчас натворю Как-то перепрыгнул Так, я, на первую кружочку нужно прыгать в конце Так, ну-ка Так, а там нужно Я просто О, вот так вот Блядь, что там в наше Погоди, что там написано Я хочу прочитать Что там написано Где у нас пауза-то Так, вот я скрыл В наше то время За отсутствие спама Можно лайк ставить Так, а тут в смысле за отсутствие спама, блядь Тут он наоборот есть Андрей Терепнев Типа, небольшой Блядь, кстати Я думаю, что это вполне проходимо Я считаю Хотя я вот не знаю, что будет там Дальше Ну, типа вот после вот этой херни Давайте попробуем За отсутствие спама лайк поставить Ну, блядь, я лайк и так поставлю Так, осторожно Блядь, ну почти же Сука, там же просто Так, вот тут я должен придурочиться Тут надо в конце нажимать Да, вот так вот я заебись Сука, слишком рано прыгнул Так, ну-ка Давайте нам, говори уже Андрей Терепневно Пробелом, пробелом Блядь, вот сейчас четкую прохожу Блядь Сука Смотрите Хоп Блядь, я уже придурочился Все понял Почти 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 А это 54 Это еще не конец уровня Так, ну-ка Блядь, довольно трудный уровень На самом деле Труднее, чем прошлый Не, мне мышки все-таки удобнее Как-то нажимать Я давайте мышку попробую Блядь Музыка бюкальфовая Еее, прошу У-у-у, там тарелочка потом. Так. А почему я же раньше припрыгивал как-то? Как ты припрыгивал? Вот, все так вот, нормально. Блин, он даже не прыгнул туда. Так, ну-ка. А-а-а. Шестеренки везде, блин, съедают меня. Мышку не хочу бить. Не хочу мышку бить, даже не прилагать уровня, где мышку надо хуячить. Ну, я имею в виду, бить ее из-за того, что я бомблю. Бля, музыка вообще пиздец. Так, кстати, пиздец, как я много попыток уже не играл. Я даже не осознал этого. Ой, там нужно так осторожно. Там надо один раз прыгнуть и все, блядь, я так понял, да? 61%. Давайте я попробую пройти для этого. Ну, сука. Давайте я на паузу буду ставить, пока тут не припрыгну. Еееееее! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ще, реально, вы, смотри, прошел сейчас без всяких кодов. Без всяких кодов прошел. Ты слава Мерлелу? Да какой ты слава Мерлелу? Никакой ни слава не Мерлелу. Я Рау ТВ, Рау ТВ, блядь. Без всяких слава Мерлелу можешь все пройти. По крайней мере, вот такой уровень. Пиздец, вот это я сейчас щебанул. Это был, это был хардер, реально. Но я ж только хардер прохожу, скорее всего. Блядь, я думаю, Андрей Теблев сейчас может мне сказать просто молодец, реально. Это один из немногих уровней его челленджа, который он предлагает, который я прошел, реально. Вот. Вот просто четко, даже никаких лишних слов можно не говорить. Можно сразу сказать Андрей Теблев, спасибо за уровень. Пятерка строгая, конечно же, как всегда. И мы продолжаем. Мефорити Кассо предлагает мне уровень, которого, опять же, не существует. Что у вас такое, я не понимаю. Вот ты мне прислал 271127589. Я еще не такой уровень, поэтому Мефорити Кассо... Еще он говорит в комментарии по поводу того, что, типа, я его не прошел раньше. Наверное, скорее всего, такая же проблема была, я просто не смог его найти. Поэтому пересмотри это все сам. Следующий уровень у нас называется Киллбот Авто. Я воодушевленную победу, скажет ему, хоть и спокойно, но воодушевленную победу. Прилагает нам его Маркун и описанно на Сенкейс Sweet Dreams. Sweet Dreams, I'm better feeling. Вот это вот песня, да? Full еще написано. Ну-ка, если это она будет, это вообще будет шикарно. Я люблю эту песню. Нет, это не она, к сожалению, блядь. Так, загрузка киллбота.xm. Давайте посмотрим. У нас что-то похоже уже было, мне кажется. Это вирус там был, да, сейчас? Установка. Устанавливаться. На мой комп. Надеюсь, на мой комп. Надеюсь, в игру. Да, у нас был такой уровень. Сейчас посмотрю, даже, наверное, он был у нас. У нас был такой уровень, но у нас не было такого уровня с музыкой. В 54-м выпуске был такой уровень. Давайте посмотрим, какая тут музыка на самом деле. Фатальная ошибка. Но это как бы считается другой уровень, поэтому мы его проходим. Вот, потому что там был, ну там был другой лоу, да. Какой-то киллбот. Я так и не понял, кто это такой. Это вирус какой-то? Ошибка, не найдена. Загрузка карты. Пытаются что-то грузить. Так, загрузка мапы какой-то. Отлично. Не, вот задумка самая интересная. Но как-то слишком много эффектов каких-то. Наверное, опять же, это сделано для того, кто вот демон как бы проходит. Ему очень трудно проходить. Вот, а он просто никого не понимает. Ему надо везде, ну, бля, за всем. Какие-то команды. Я, честно говоря, даже не шарю, что это такое. Что это за команды? Какие-то стимовские команды, судя по всему. Ну, это не язык программирования, мне кажется. Киллбот. Сделана автоверсия для того, чтобы быть другом. Доларант. Странный тоже уровень, но почему-то очень многоиграемый. Я уж тоже поставлю лайк. Это автоверсия. Ну, как-то, знаешь, что-то 3.7 я хочу поставить. Вот, в принципе, опять же, идея была прикольная, но что-то такого, естественно, я не нашел. Музыка обыкновенная. Опять же, уровень для прохождения вот чего-то. Вот самое-то главное. Обидно. Мне вот такие уровни начинают уже... Они мне просто уже за 70 выпусков уже начинают мне поднадоедать немного, понимаешь? Вот поэтому, наверное, у меня к ним такое скептистическое отношение появилось. Ну, в принципе, ладно. Спасибо за уровень, Марк. Если что, то в 54 выпуске этот уровень тоже уже был. Поэтому это еще 2x получается. Следующий уровень Wave Challenge Harax. Я хотел посмотреть время, поэтому немного так заступил. Wave Challenge Harax предлагает нам его... Или Harax. Предлагает нам его, опять же, Андрей Телепнев. И, скорее всего, это опять какой-то челлендж на спам. Да. Любит меня сегодня мучить этими челленджами, но, в принципе, ладно, я не против. NK Truth or Dare. Feed Jaws. Truth or Dare. Это правда ли действие, если кто не знал. Переводится, потому что у меня скачана эта игра. И я играю в нее. Иногда. Блядь! Начинается вот это вот ебань! Ебань, блядь, начинается. А сверху нельзя пролететь? Блядь, нельзя. Ебаный! Фига я прошел ему. Да, блядь! Тут, в принципе, алгоритм простой, вроде бы. Да, блядь! Когда хочешь выразить свое недовольство. Блядь, да как так? У меня вот, а ты ничего не происходит. Камни, что происходит? Скучно. Скучно. Так, ну-ка. Пле-хо-муха. Я просто в один шип влезаюсь. Вот это вот меня бесит. Ну-ка. А если вот так вот? Блядь, почему она такая резкая эта стрелочка? Ну, какого хуя? Они же бывают медленные. Почему она такая резкая? Так, смотри, там понижение скорости справа. Бля, ебаный, ебаный. Это, это... Это я как-то вошел, этот ритм, что ли, блядь? Я не помню, как я это сделал. Я пытаюсь. Сука. Я сосредоточен прям максимально. Блядь, да как же так-то? Сука. Давайте но клип включим. Я что-то... Что-то быстро я сдался, да, сегодня? Так, ну, я бы явно это не прошел до 100%. По сравнению с прошлым уровнем, это, конечно, пиздец. You're the one. Ну, не ван, кто прошел, но, наверное, и не последний кто не прошел. Я хочу сказать, это точно не авто, это какой-нибудь insane. Даже, наверное, демон. Да, демон, я думаю, скорее всего, это демон какой-то. Но я, честно говоря, уже за сложные уровни не особо шарю. Спасибо за предложенный челлендж. Он... Ну, мне кажется, что подобный челлендж уже у нас побывал. Вот, то есть я ему поставлю, наверное, не 5, как обычно челлендж им ставлен, зрители, а, наверное, 4-5. Вот, потому что, ну, уже похожий челлендж был. Ну, опять же, стрелочка, опять же, шипы, получается. Вот, просто другая немного карта. Вот, черная карта. Кофе такое. Вот, ну, в принципе, спасибо за левел. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Конечно же, комментируйте видеоролики. Дальше подписывайтесь на мой дискорд серый. И ставьте колокольчик. У нас сегодня такой был выпуск. Необычный, потому что я прошел левел прям такой жесткий. Поэтому спасибо дарите от него отдельно за этот уровень. А также некоторым другим личностям, которые тоже предлагали. Всем до скорого и всем пока-пока. Предлагайте уровни в комментариях, потому что в дискорде я их редко чекаю. Там в основном уведомлялка только работает. Продолжение следует...